итак правая полочка моей курточки уже полностью провязана здесь не очень хорошо видно потому что вязание еще пока скручивается и трудно его расправить но обе половинки моих полочек абсолютно совпадают и по горловине и по пройме все сильно скручивается и по пройме совпадают и по плечевому шву срежем нить достаточно для того чтобы выполнить шов и дальше мы будем работать иголкой обычно полочки к спинке я притачиваю трикотажным швом как я уже говорила вот эти вот закрытые петли вот этот ряд он немного держит плечевой шов не дает ему растягиваться и так мы продеваем нить с изнанки на лицо в кромочную петлю и с этой стороны я тоже хватаю кромочную петлю со спинки возвращая нить в ту же самую петлю с лица на изнанку и хватаю следующую петлю с изнанки на лицо нитку подтянем и следующую петлю я беру за обе стенки эта петля которая примыкает кромочной эту нить мы уберем в сторону чтобы она нам не мешала и аккуратно подтянем при выполнении такого трикотажного шва очень важно следить чтобы не нить которой мы шьем не было сильно натянута и в то же время не было натянута слишком слабо чтобы ее не было видно и чтобы у нас шоу был незаметный и так из следующей петли мы протянем тоже в следующую петлю на спинке за обе стеночки возвращаем нить хватаем следующую петлю и и проделываем то же самое у нас получается шов петлю петля в петлю при правильном подтягивании ниток шва у нас будет совершенно не видно только на ощупь будет небольшое утолщение за счет закрытых петель но как я сказала это линия нам нужна вот таким вот образом мы закроем все открытые петли до самого конца здесь очень важно внимательно следить за натяжением нити и затем чтобы петли не пропускались не 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 которые на спицы но те которые на спицы довольно сложно упустить нужно следить чтобы не не были пропущены спи петли которые у нас на спинке чтобы у нас получился вот такой шов и так когда закончим шов спрячем хвосты можно будет приступать к вязанию рукавов на самой курточке у меня выполнены боковые швы все это выглядит сейчас вот таким вот образом все закручивается потому что лицевая гладь по-другому себя вести не умеет но любом случае мы это потом впоследствии от парим и у нас все будет нормально сейчас пока саму курточку откладываем в сторонку начинаем вязать рукава для рукава я буду вязать снизу для начала работы я набирал набрала 40 петель итальянским набором оставила довольно длинный хвост мне он мешать не будет впоследствии я вот эти вот все хвосты очень люблю использовать для выполнения различных швов и первый ряд я тоже буду вязать полой резинкой пропуская изнаночные петли провязывая лицевые следующий второй ряд у меня точно также будет и в итоге у меня получится что я всего провязала один ряд полой резинки в общем выполнение резинки ничем не будет отличаться от начала нашего нашей куртки поэтому я боюсь что я ничего особо нового здесь не покажу будем делать абсолютно такую же резинку с теми самыми же полосками чтобы у нас вещь выглядела закончена и так вяжем следующем ряду мы будем переставлять петли постольку поскольку они у меня они у меня сейчас находятся в порядке резинки один на один а мне нужно их переставить в порядке резинки два на два поэтому одну из из изнаночных петель я буду менять с лицевой местами таким образом у меня получится как раз искомая резинка два на два и так после того как мы все это проделаем нам нужно провязать в общей сложности 4 ряда чтобы получилось и потом будем вставлять белую полоску и так дальше мы будем делать точно такую же белую полоску для того чтобы она у нас была без без вот этих черточек мы точно также будем провязывать первый ряд другим цветом нити мы будем провязывать лицевыми все петли лицевыми а следующем в изнаночном ряду мы будем восстанавливать резинку как она была и так провязав 4 ряда мы возвращаемся к бордовой нитке и делаем то же самое мы провязываем 1 1 ряд нашей резинки полностью лицевыми а следующий ряд уже вяжем резинку 2 на 2 как она и была итак резинка провязана на необходимую высоту дальше рукав я буду вязать лицевой гладью белая нитка мне уже больше не понадобится поэтому хвост и хвост я срезала пока оставлю его болтаться дальше я буду вязать рукав как я уже сказал лицевой гладью я провяжу сниму одну петлю провяжу 2 до наберу одну петлю и дальше я провязываю 5 петель делаю накид так будем делать до конца ряда при провязывании изнаночного ряда когда мне встречаются накиды я их вижу скрещенной петлей то есть хватаю за заднюю стенку чтобы у меня не получилось дырочки а было просто была такая припад припасадка перед резинкой дальше я буду вязать на рукав лицевой гладью то есть изнаночные ряды я вяжу изнаночными петлями а лицевые лицевыми по ходу рукава я буду делать прибавки я чуть попозже покажу каким образом я это буду делать для того чтобы рукав у меня расширялся и так пока вяжем и так у меня провязано несколько рядов лицевой клади и мне пора уже делать прибавку как я считаю я считаю вот эти кромочные у меня надо сейчас 1 2 3 4 вот она 5 кромочная обычно прибавки на рукаве я делаю в пятую кромочную и так я делаю накид с изнаночной стороны работы в конце и в начале ряда в начале ряда сразу после кромочная в конце ряда соответственно сразу перед кромочной петлей провязываю весь ряд до конца и перед последней петлей я буду делать еще один накид чтобы прибавки у меня были симметричные и рукав расширялся равномерно и так перед кромочной накид делается точно так же провязываем кромочную разворачиваем работу с лицевой стороны я этот накид провязываю скрещенной петлей то есть хватаю ее за заднюю стенку для того чтобы у меня тоже вдоль шва не было никаких дырочек лишние дырки мне в этой куртке совершенно ни к чему соответственно довязываю ряд до конца и в конце ряда я провяжу сделанный мною накид точно также лицевой скрещены и дальше буду вязать без каких-либо изменений до тех пор пока не настанет пора делать следующую прибавку тогда вяжем ряд до конца доходим до нашего накида перекрестим его и провяжем его тоже лицевой провяжем кромочную петлю и дальше вяжем без изменений и так когда мы подсчитываем кромочные петли нам нужно определиться по какой кромке мы их подсчитываем потому что постольку поскольку вязание у нас прямыми обратными рядами то количество кромочных может разниться я обычно беру тот край на котором у меня висит хвост висит хвост то есть я считаю по лицевой стороне с правой правый край и так раз два три 4 4 кромочная вот у меня 5 кромочная поэтому в следующем ряду я делаю накиды в начале и в конце ряда впоследствии я их провязываю и так я буду так я буду делать до тех пор пока не свяжу рукав на нужную мне длину после того как длина рукава будет вывязана я начну вывязывать головку рукава опять же я не стану показывать весь процесс потому что смысла в этом нету делаем прибавки каждую 5 5 кромочную рукав у нас должен расшириться и потом когда мы провяжем нужную высоту мы вернемся к нашему видео моем рукаве от начала провязано примерно 35 36 сантиметров это достаточно длина для того чтобы начинать вязать окат рукава и вязать я его начну следующим образом для формирования оката рукава я в первый раз уберу закрываю 7 петель первую петлю снимаю протягиваю снятую петлю провязываю следующую протягиваю в провязанную и так 2 3 4 5 6 7 вот что у нас должно получиться 7 петель закрываем довязываем ряд до конца в моем случае это лицевой ряд и дальше будем закрывать следующем ряду в изнаночном уже тоже 7 петель я довяжу ряд и оставлю одну петлю на спицы не провязанной и так самая последняя петля осталась на спицы не провязаны я переворачиваю работу снимая последнюю провязанную петлю протягиваем не провязанную закрыв таким образом одну петлю 1 2 3 4 5 6 и 7 с этой стороны у нас тоже закрыта 7 петель с лицевой стороны это выглядит вот так и опять вяжем ряд до конца оставив одну петлю на спицы с лицевой стороны развернем работу и сделаем то же самое сейчас нам нужно убрать 3 петли 2 и 3 и в конце ряда поступим точно также оставим одну петлю на спицы развернемся и закроем 3 петли с с другой стороны нашего рукава в изнаночном ряду одна петля у нас осталось на спицы делаем то же самое последнюю провязанную петлю протянем не провязанную убрав таким образом одну петлю следующую про вяжем и протянем и еще одну петлю провяжем и протянем да вяжем ряд до конца и с той стороны нам теперь нужно будет убрать две петли в лицевом ряду как я уже говорила мы уберем две петли то есть одну провязку провязана последнюю провязано мы протянем вне провязанную следующем петлю провяжем и протянем в только что образовавшуюся петлю закрыв таким образом две петли довяжем ряд до конца оставить точно также оставим одну петлю на спицах и сделаем то же самое с изнаночной стороны с изнаночной стороны закроем две петли 1 и 2 и вяжем ряд до конца следующая убавка у меня должна быть одинарная таких убавок у меня должно быть по пять штук в подряд в каждом ряду одинарной убавки я делала немного по-другому я уже не буду оставлять петлю на спицы а в этом же в изнаночном ряду я довязываю его до конца не включая две последние петли вот эту петлю в изнаночном ряду я переворачиваю чтобы она у меня была как бабушкина и провязываю ее вместе с кромочной петлей таким образом у меня убирается одна петля и получается вот такая вот очень чистая красивая у бабочка и так в лицевом ряду я буду поступать точно так же то есть я довяжу ряд до конца и последние две петли я свяжу вместе итак последнюю кромочную и петлю перед ней я провязываю вместе у меня тоже получается такая красивая чистая у бабочка таких убавок я сделаю по 5 штук с каждой стороны я одинарные убавки уже больше не буду показывать постольку поскольку они все одинаковые то есть в изнаночном ряду мы провязываем две последние петли вместе предварительно перевернув предпоследнюю петлю а в лицевом ряду мы их просто провязываем лицевой петлей и так вяжем и так у меня сделано по 5 убавок по 5 одинарных убавок с каждой стороны давайте посчитаем 1 2 3 4 5 5 убавок здесь и с этой стороны рукава вот они начинаются 1 2 3 4 5 5 убавок с этой стороны тоже следующие убавки мы теперь делаем через один ряд то есть постольку поскольку в этом ряду у нас убавка уже есть то то в следующем изнаночном ряду мы убавок не делаем в изнаночном и в лицевом и так мы сейчас вяжем два ряда без изменений то есть мы не убавляем ни с какой стороны ни с одной ни с другой после того как мы провяжем эти два ряда мы будем делать убавки то есть мы теперь будем делать убавки через один лицевой ряд соответственно изнаночной тоже и так изнаночный ряд у меня без убавок провязан я вяжу один лицевой ряд без убавок и и убавку я буду делать в следующем изнаночном ряду в конце честно сказать окат рукава я всегда вижу на глаз я никогда не делаю никаких расчетов под окат рукава ну равно как и по горловине горловины пройма я всегда вижу на глаз я знаю сколько сантиметров примерно нужно убрать и исходя из того исходя из из того количества петель в одном сантиметре не примерно прикидываю за сколько рядов и каким образом я это буду убирать и так в этом изнаночном ряду мы должны убрать одну петлю то есть мы довязываем ряд до конца переворачиваем петлю и провязываем ее вместе с кромочной и соответственно в лицевом ряду мы тоже уберем одну петлю провяжем этот ряд до конца петель у нас осталось уже очень мало в нашем рукаве и так в конце ряда 2 петли вместе теперь мы провяжем еще один изнаночный ряд без убавок и лицевой ряд тоже без убавок пропустим еще по одному ряду и так вяжем и так еще два ряда без убавок у меня провязаны лицевой и изнаночный в этом изнаночном ряду я тоже буду убирать одну петлю в конце ряда когда я вижу окат рукава я уже практически никогда не делаю никаких не чертежей не схем я вижу это все на глаз и примерно смотрю какая у меня линия оката рукава получается если если она меня не устраивает то я просто его перевязываю в конце ряда делаем убавку и в лицевом ряду мы будем делать то же самое в конце лицевого ряда мы закроем еще одну петлю итак две последние петли провяжем вместе так у нас не очень хорошо видно постольку поскольку работа у нас закручивается пока она еще не от паре на ну вот если мы его разложим то у нас получается вот такая линия вполне удовлетворительная на мой взгляд итак следующие два ряда мы вяжем без изменений то есть мы не убавляем ни с одной ни с другой стороны изнаночные и лицевой ряды вяжем ровненько в конце следующего изнаночного ряда ряда нам нужно все так нам нужно сделать третью убавку через одну и итак в изнаночном ряду мы ее сделали то же самое нужно сделать в лицевом ряду и две последние петли провяжем вместе и так убавки через одну мы закончили сейчас провяжем изнаночный ряд и будем делать убавки уже немножко по другой схеме и так вяжем изнаночный ряд в следующем ряду мы теперь берем нашу недовязанную петлю протянем в нее последнюю провязанную и еще одну петлю закроем и того мы закрываем 2 петли до вяжем ряд до конца оставим опять оставим одну петлю недовязанной на спице когда мы закрываем 2 и больше петель мы оставляем одну петлю недовязанной в предыдущем ряду и так одна петля у нас остается разворачиваем работу и с этой стороны мы тоже закрываем 2 петли и так 1 и 2 вяжем ряд до конца и то же оставим одну петлю петель у нас теперь осталось совсем немного количество быстро уменьшается разворачиваем работу и теперь мы закрываем 3 петли вяжем ряд до конца одну петлю оставляем и с изнаночной стороны делаем то же самое закрываем 3 петли и вяжем изнаночный ряд до вяжем изнаночный ряд до конца одну петлю оставим и на этот раз мы закроем 5 петель 1 2 3 4 5 до вяжем этот ряд оставим одну петлю на спице развернемся и закрываем все оставшиеся петли в один прием а 5 1 4 5 5 5 6 6 а 4 Итак, работа над нашим рукавом завершилась. Давайте посмотрим, какой он у нас получается. На мой взгляд получается очень красиво аккуратная линия оката. Следующий этап, мы отрезаем эту нитку, я большой хвост обычно здесь не оставляю, здесь он мне не нужен, его все равно потом придется прятать, поэтому мы сейчас отрежем нитку и начнем стачивать и так там закончили вязать один рукав, я забыла сказать, что второй рукав мы вяжем абсолютно точно такой же, как и первый, то есть мы точно также набираем петли, вывязываем полоски, делаем вот здесь вот на резинке прибавки, по ходу вязания я делаю прибавки в каждой пятой кромочной, то есть я считаю по одной стороне, обычно по правой, то есть чтобы смотреть с лицевой стороны. Я высчитываю пятую кромочную и делаю накид, в следующей пятой кромочной у меня тоже накид, который провязан скрещенной петлей и таким образом каждую пятую кромочную я прибавляю по одной петле с краю, расширяя таким образом рукав, вот ширина рукава, сейчас конечно совершенно не лежит, потому что он ужасно закручивается, но лицевая гладь у нас всегда так делает, но когда мы стачаем этот рукав, мы увидим, что все в нем хорошо, расширение в общем-то, я схемой вот этого расширения тоже пользуюсь уже очень много лет и она в принципе вполне себе адекватная, итак второй рукав, когда мы провяжем абсолютно такой же, когда мы довязали до нужной длины, обычно я это проверяю посредством примерок, когда я довязываю до нужной длины, мы начинаем делать убавки по окату рукава, схему убавок я сейчас показывала довольно подробно, показывала практически, показывала каждую убавку, которую я делаю, и когда мы вот это вот все довяжем, когда второй рукав у нас будет готов, мы будем готовы стачивать рукава и притачивать их собственно к нашей куртке, и так стачивать наш рукав мы будем по нашим кромочным петлям, трикотажным швом, для начала найдем первую кромочную петлю на противоположной стороне, да, я вдела, я вдела хвост, который у меня остался от набора петель, вдела его в иголку и работаю им, таким образом я убираю хвост и у меня останется абсолютно чистая работа, здесь чтобы у нас не получалось дырочки мы сделаем вот таким образом, совместили оба края и теперь мы идем исключительно по кромочным петлям, цепляя только протяжки между рядами, вот как у нас это должно выглядеть, затянем нить, возвращаемся иглу, возвращаем иглу в то самое место, откуда мы только что вышли и хватаем следующую протяжку таким образом мы хватаем одну протяжку с одной стороны и другую протяжку с другой стороны я очень люблю этот шов потому что как мы видим когда мы сшиваем бордовой ниткой белую полоску ее практически не видно если мы не натягиваем если мы не натягиваем работу то она абсолютно не видна и так мы работаем исключительно по кромочным петлям следим за тем чтобы у нас совпадали все наши полоски иногда случается что сбиваешься смотрим откуда вышла нитка и охватаем протяжку между рядами и здесь тоже самое откуда нитка вышло туда мы и вводим иглу мы видим что как петля него вот тут вы были единой о чем Torченко охватим краска��害 мы думаем что вот куда мы посмотрим пока в котором помещается Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я когда выполняю этот шов, я обычно слежу за тем, чтобы у меня шов не стягивал всю мою работу. То есть он вообще сильно растягиваться не должен, но и стягивать, валанить работу тоже не должен. Поэтому я периодически проверяю натяжение нити. Это лучше отследить сейчас, если впоследствии выяснится, что шов у нас стягивает работу, нам придется его переделывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так у нас выглядит шов. Мы видим только прибавочки, которые мы делали. Нам нужно спрятать вот этот хвост, но обычно я к нему привязываю нитку и втачиваю сразу рукав в пройму.